Так прикольно читать Шекспир. Второй сонет, мой любимый. Слушайте, это русский язык. Переводы. Мне 54. Когда твоё чело избороздят глубокими следами сорок зим. Сорок, а мне 53. Сорок зим. Кто будет помнить царственный наряд, гнушаяся жалким рубящим твоим? Представляете, а мне 54. Ребята, сбываются слова, что там египтяне... Вы скажите, при чём тут Египет? Шекспир там 600 лет назад, а египтяне, Оксана, ты чё, при чём тут египтяне? В музее я в Колорадо была в прошлом году, и экскурсия, и там гид сказала, что египтяне мало жили. Мало жили. Но это ведь правда. Они ведь настолько убивали друг друга, и себя, и всё, и вот там, и в перстни вот эти вот яды, и против... Всю жизнь только и думали, как противояди, в общем, друг друга убивали, убивали, убивали. И Клеопатра. Слушайте, Клеопатра, мне так нравится, как сейчас говорят... Ой, рецепты красоты Клеопатры, кремы! Какие кремы? Она же молодая, умерла. Вообще молодая. Ребята, вы просто читайте её биографию. Она как раз вот... Если бы поменьше шлялась, просите, будем красиво говорить, николаитством не занималась бы. А это библейское слово. Это все, кто такая, николаиты были. Это Иоанн Богослов сказал в своём откровении в апокалипсисе... Акапаля, акапаля... Апокалипс. Апокалипс, это на английском. Сказал, что Господь Бог ненавидит дела николаитов. А это шлюхи и шлёндры, и мужчины, и женщины. Вот те, которые... Суки, сучки, вернее, не суки, а сучки. Потому что сук это ещё деревянный сук, вот может быть. Сучки и кобели. Вот. Какими вам ещё словами прелюбодей мира этого, вот этого мира? Вот. Не Господь, вот у Господа там вот на небе. Где, ребята, мне так понравилась фраза, где справедливость? Справедливость в аду. Очень мне понравилась эта фраза. А здесь что? А что у нас тут на этой земле? А вот на этой земле у нас мытарство. А вот мытарство. И вот как пройдём? Так вот, я вам говорю, что 600 лет назад, 40 лет, это уже вообще, представляете? А если там до 40 ж доживёшь, и когда твою чулу избороздят глубокими следами 40 зем. А хитрые евреи, они по 120 лет жили и друг другу желают, такие... Они подходят так тихонечко, если узнали, что там евреи, там евреи по папе и по маме, которые ещё и следят за своим. Вот они такие, 120, 120. А при чём всё 120? Потому что Моисей жил 120 лет. И друг другу желают. И я вон всей своей семье желаю 120. 120 желаю, и, ребята, мне 54. Откуда я знаю? Секреты о моей молодости, знаете, ну вот, я в 23, я вам серьёзно, в 22 и 23 я считала, всё, конец моей жизни, всё, я рыдала. Я рыдала, я так рыдала, я так рыдала, я так рыдала, я так плакала, всё, конец моей жизни, всё, конец. Так вот, второй Шекспир. И почему я вообще читаю? Вчера, когда я, наконец-то, вот, мой отец, ну, во всяком случае, у меня фамилия его, Павлова, ведь... Даже если он мне по крови не отец, потому что вчера он мне ещё одну тайну рассказал, тайну, вот, а всё, всё, зрив, корень, вот, зрив, корень, зрив, корень. А как сказал Козьма Прудкоффи, как говорит нам Библия, всё, разбирайтесь, вот, всё, всё, всё до корней, до корней, до корней, вот, до корней. В николаистстве, простите меня, б, л, я, д, д, с, ты, в, е, да, в шлюшничестве всех этих вот родов, гендер, гендер и мужского и женского. Так вот, он сказал, что Юля, это та, которая выжившая, вот, и по его, по его, по его части, и, ну, сестра Юля, это вот, прикрещение имя. В общем, не его дочка, а я слышала, я слышала, я когда у них там была всего лишь два раза, я же своего отца видела, ну, раз в 10 лет, и он приходил, вернее, я находила его, думая, может, он там изменился. Я его не помню красивым, вот, я его красивым вообще не помню. Я в два года, я своих родаков полностью забыла, и в три года, когда они, не они меня, когда меня чужие люди привезли, бросили опять в Террасполе, вот, и меня потом отвезли, отвезли в Одесскую область, насколько я поняла, это село Греково, вот там, где греки, 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 поэтому у меня, вот, я считала, что это моя обязанность. Если я гречанка, внутри их тень похожа, вот, там, изучать и греческий, в общем, всё, что интересовало, там, всё, вот, значит, изучала всё про греков, всё интересовалась, ходила с этой вот, с линейкой всё вымеряла, и нос свой, и всё, и, знаете, всё было просто идеальных размеров, я имею в виду, на полном серьёзе, они там всё с линейкой выходили, потому что у них культ был тела, вот, физического тела, и там даже женщины-спартанки, они своих детей, которые, там, в общем, они оставляли только сильнейших, а убивали, слабеньких убивали, вот, у них там такой вот, выживает сильнейший, и я себе думала, может быть, и, там, мои предки оттуда, вот, ну, тогда я ещё блуждала, вот, блуждала, блуждала по всем религиям, везде, вот, блуждала, искала, искала, искала ту истину, вот, и это я к тому, что в Колорадо в прошлом году, вот это вот, меня просто поразило, гид такая сказала, египтяне мало жили, но ведь это правда, во всех музеях, что я была, и в Нью-Йорке, и Метрополитен музей, слушайте, меня просто поразил, и я там тоже свою варюшку открывала, это, например, гид говорит, вот это из Ирака, вот видите, вот эти стены, не касайтесь, там, всё, значит, мы привезли, ну, музей, в общем, взял из Ирака, я говорю, ребята, вы чё, а кто вам разрешил, а вы за сколько купили, то есть вы хотите сказать, что, ну, они как археологи, у них были бабки-бабки, бабки-бабки, и пошли, откопали на территории Ирака, и взяли вот эти вот все сокровища, и привезли, и поставили прямо в Метрополитен в музей, представляете, я говорю, то есть вы хотите сказать, а за сколько купили, я такая, а за сколько купили, потому что я тоже считала, что у меня, вот я, как в Одессе, считайте, выросла, если посчитать по годам, то, ну, родилась я точно в Одессе, точно в Одессе я родилась, в элитном роддоме, никто уже не знает, что такое элитный роддом там для моряков, потому что сейчас его нету, это был четвертый роддом, и это самый был элитный, самый был элитный, потому что я должна была быть морячкой, вернее, дотерью моряка, а мой отец, которого я вообще не помню красивым, вот не помню, а фотографий у меня не осталось, в детстве мне показывали там фотографии какие, ну, да, был красавчиком, но у меня не остались фотографии, потому что мой бывший муж, вот, даже фотографии, он меня настолько возненавидел, да, вот настолько вот у него от любви до ненависти, ну, это я говорю о Саше Мажуге, в общем, он даже фотографии не отдал, он меня подставил под тюрьму, представляете, Бог меня помиловал, и Божья Матерь не посадили в тюрьму, иначе бы я так вот прошла бы путь Юлии Вознесенской, которая диссидентка была, а ведь я не из-за диссидентских бы попала, а попала бы как бухгалтер, бухгалтер, милый мой, бухгалтер, вот, аккаунтент, это, аккаунтент, вообще, счетовод, вот, я такой, аккаунт, это счет, счета, а я специалист по счету, считай, и невеликий, не самый главный, не самый, я недоучка, вот, помните, волшебник недоучка, это песня про меня, я очень любила ее ходить и петь, так, вернемся сюда, вчера я когда с отцом, так сказать, с отцом, потому что я говорю, вообще не знаю, отец ли ты мне, я тебя не помню, у меня никаких этих вот, я вообще на тебя не похожа, а он мне такой, ты похожа на меня, Юля не похожа, я говорю, это Юля похожа, у вас вообще, у нее, вот, я смотрю на нее, и вижу тебя, вообще, и нос, и фотографии, и все, вообще, вот, здесь детство, а у меня же нету детских моих фотографий вообще, а он говорит, что я на него похожа, вот, а я вообще на него не похожа, и, я считаю, очень многие из моих знакомых говорят, что я на него не похожа, очень многие на моих знакомых говорят не похожа, и не персонал эти, то есть, не внутренние качественные, не внешние качества, и, ну, и могли подменить вот такой, знаете, вот воскресный обманчик, потому что я рада вас воскресенья. Так вот, в той Одессе, в четвёртом роддоме, элитном для моряков. Ну, просто моряков сейчас, пароходства нету, всё это вот разрушили, разграбили, продали, вот. И, смотрите, до 40, вот, я смотрела на него вчера, там, промелькнула его, в общем, ответил он вчера, я же думала, что с февраля месяца жив, не жив, он не ответил, это он прикинулся, типа, он обиделся. Это настолько нужно быть, знаете, вот, иметь, я не знаю, что в голове, обидеться на дочери, которая смилостивилась, отдала жить ему в её собственности, собственности, которая предназначалась для, я ему чётко сказала, это собственность для моего сына старшего, всё. Вот тебе деньги, делай, слушайся, вот я тебе буду чётко говорить, и будешь его исполнять. Только вот полное доверие, даже не надо мне чеков, там записано, в общем, мой папа не и вор, вот сейчас ему там 70 чем-то, если он мой папа, вот, который по фамилии, по фамилии у нас одна фамилия Павлова. Но это какой-то лже Павлов, он не этот вот, я думала, что я, вот, знаете, от академика Павлова-то, может, который Иван был, ведь недаром я Артура своего Ивановича два года держала, пожалуй, Павлов Артура Ивановича на полном серьёзе, у меня и документы есть, вот, и от когда мне 23 было, вот я записала, и смотрите, вот здесь вот говорится, вся суть вот этого стиха, именно в переводе, вот здесь я говорю за перевод, потому что в оригинале он немного звучит по-другому, вот, потому что здесь в русском говорятся за детей, смотрите, где прячутся сейчас остатки красоты весёлых лет? Вот я, если я хотела его спросить, например, своего, так сказать, отца, он такой страшный внешний вычис, где прячутся сейчас остатки красоты весёлых лет? У меня ни фотографий его нету, ни сохранились, потому что бывший муж украл у меня эти фотографии, а то есть отец, когда он якобы был молодой, или где доказательства, где вот мы рядом с ним, у него нету фотографий, где я рядом с ним, или вообще я нету, нету, нету фотографий, что это я, вот, покажите, покажите меня, кто я вообще, откуда я, где, где, где-то фотографии, где документы, ничего у них нету, они ничего не помнят, они ничего обо мне не помнят, и вообще запросто могли, кто это, вот, знаете, вот я знаю, например, я знаю, я узнаю свою дочку, я знаю где у нее родимое пятно когда она вот родилась я знаю ее повадки я знаю какая у нее еда любимая я знаю он ничего обо мне не знает ничего обо мне не знает он за все эти годы что я упустила свой дом я говорю расскажи мне что-то о себе он говорит и боялась черного цвета и знаете что первую какую цвета шубу они мне купили черную и все время они мне черное покупали черный я хотела дела он будет итак орала вот если ты видела людей в черном это корал это корал и nr поэтому они мне купили все черное знаете вот черную шубу мне купили вчера стали когда мне уже забросили это же машина вторая шуба была тушена была черная представляете черная вот черная вот можно имя монашки готовили я не знаю куда не мне скольку куда они меня готовили но в общем так и хотелось меня спросить и при прячется сейчас остатки красоты веселых лет. Эй, что такое страшное? Знаешь, я смотрю на тебя, я вообще на тебя не похожа, и у меня заказательство, знаете, такая красотка на фотографиях, где 20-летняя, вот там красота. Где моя красота? А посмотрите на моих деток. А посмотрите на моих деток. Я вам поговорю. Я не знаю, из какой утробы я вылезла. Я не знаю, кто мой. А тесно, я точно знаю, кто вылез из этого животика, которым Господь вот эту вот утробу установил. Я знаю точно, кто вышел. Трое. Трое. Трое из ларца. Одинаковых с лица. Даниил, внешне похож на моего мужа. Вот, я тоже. Слушайте, мне так и говорили. Что ты там вышла замуж за тобой? Такой старый, старый. Я говорю, вы сына моего Даниила видели? Я же там фотографии сразу попросила. А мужа, говорю, эй, муж, не муж, когда мы встречались, а покажи мне свои фотографии, когда там в молодости было такое. Ой, красавчик, и вообще такой, такой мужичок, такой классный. Посмотрите на моего Даниила, да. А, папуля, этот, дедуля, дедуля, дедуля у этого, у дедуля, у моего Даниила и Дженнисера, который, колькуха у него тут Марти был. Марти, Марти, Марти. В общем, он такой, петушок возле всех курочек. Ребята, я не шучу, потому что я, когда узнала правду, я такая, опаньки, Дженнифер, Даниил, если вы тут будете жить, вам нужно, если вы надумаете с кем-то встречаться, ДНК сделайте, чтобы это не оказались ваши братья или сёстры. Я не шучу. Я не шучу. Вот, а вернёмся к Николаи, там, вот, называется, они напивались, а потом их тянуло на николаидство, на шлёндричество, на Бел, Я, Д, С, Т, В, О, вот, на полном серьёзе. Так вот, так и хотелось его, так рожа такая вот всплыла, он такой страшный вообще, его когда, вот я его хорошо помню, ну, уже, когда я его в Кивин находила, когда-то мне его 20 было, вот это вот, он такой страшный был, уже, уже такой страшный, спитый, и когда Артура, я его привозила показать Артура, он тоже, он такой страшный, а он же, смотрите, ему только сороковка была, посмотрите на моего красавца мужа, которому же девять шесть, и такой, ха-ха-ха, вот, а эти страшные, 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 очень страшные, внёси такие страшные, а внутри ещё хуже, внутри они просто монстры. Когда он стал, открыл вчера свой рот, просто я подумала, опа, у меня и папа монстр, и мама монстриха, я на полном серьёзе, я на полном серьёзе. Так вот, где прячутся сейчас остатки красоты и весёлых лет? Что скажешь ты, а? Что скажешь ты, Юрий, этот, Андреевич, на дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ. Вот. Его ответ был злой насмешкой, он такой страшный, как этот вот, как чёрт, и внешний, и это, и изнутри. И вечный ходит, что, ой, я такой чужая, и он не только жалуется, он ещё насмехается, он вчера ещё шутил. Знаете, что он мне говорил? Я ему говорю, у меня чуть педофилы, это вот в 6 лет, всё, они, ну, Господь просто спас. Он, знаете, что мне говорит? Пилите шура, он, это вот, она золотая. Ой, представляете? Я говорю, ты чё, какой шура? Ой, а ты что, золотого телёнка не читала? Я говорю, я тебе про педофила, а ты чё тебе сейчас, время веселиться? Весело тебе? Весело? Да веселился, что он сам не знает, он говорит, что Юлька, это не его родная дочь, он говорит, что я дочка. Мне муж сейчас говорит, так, Санка, так сделай этот вот, ДНК-тест. Я говорю, так я же слетать не могу. Он говорит, ну, и он вчера мне же отец сказал, что он платить за ДНК не будет. Так, муж говорит, так вышли ему денег. Я говорю, так я ему уже выслал, он же их украл. Если я ему сейчас вышлю денег, он же пойдёт их пропьёт, пропьёт или прогуляет, или это вот, опять украдёт. Это мне только нужно туда слетать и вот сделать ДНК-тест. Тест. Людик, скажите, я так буду счастлива, если это вообще не мои родыки. Я буду так счастлива, так счастлива. А если это мои родыки, то знаете, здесь вот Господь тогда скажет, знаете, потому что мне отец говорит, у тебя хорошо мама воспитала. Я говорю, когда? Когда? Когда я сама жила по 7 месяцев, по 6 месяцев в 7-летнем возрасте, это вот. Он говорит, нет, она тебе, говорит, на бабушку оставила. Я говорю, на кого? На психическую больную. Это вот мама, которая, значит, ей ещё 40 не было, у неё же психиатрическое заболевание было, в психушке несколько раз лежала. Ага, официально, да, и дедушка тоже. Это вот, я же с психами, я говорю, не просто психи, а психически больные, очень сильно больные люди, психопатии, на полном серьёзе психопатии, и я вот выжила. Так вот, если выжила, есть такая пословица, я имею в виду, а тосинки не рождаются, апельсинки, вот я в таком плане. Так что, если это море и мои родыки, если Господь пожелает, и ахинка может апельсинкой стать, вот я к тому. Вон вчера у меня и не наклёвывались ирисы зацветать, и вчера весь день дождь, дождь, дождь был, и вот дождь, а тут в 7 вечера он перестал, я подумала, о, Господь, спасибо, я пошла, и вот там же и куча комаров, и всё, но я там оделась, замаскировалась, и выкопала. И вот все цветущие ирисы, которые сильно разрослись, я их перенесла, вот взяла и перенесла, вот. Вот я так решила, да, вот посмотрела, Господь распорядился погодой, а я вот майская, да, майская, майский ветерок, я писала про себя стих, я не осады, я как майский ветерок, вот, у меня же стих есть, надо его, кстати, прочесть, я его уже читала у себя на этом ввод, но это давным-давно было, из-за 3000 видео, что у меня есть, там легко потеряться, вернее, я сама там теряюсь, мне нужно хронологию доделать, где-то, может быть, купить, и вот записать, каждое видео, из чего там было, так вот, читаем опять, 20 минут я уже говорю, и я так стихи не прочла, где прячутся сейчас, эй, Павлов Андрей Юрьевич, где прячутся сейчас остатки красоты веселых лет, вот, что скажешь ты, или вот я себе, если мне говорю, эй, Оксанка, потому что мне говорили, такая страшная, знаете, ты такая красотка была, страшная стала, такие все еще раньше, вот, когда вы говорите, что я там красотка была, а сейчас страшная, так вот я, когда красотка, я тогда себя считала страшной, вот, ребята, сейчас уже, ну, что осталось, все осталось, и вот, сейчас смотрю, и вообще такая, нормально, нормально, не трынзите, вот, на дне угасший глаз, на дне угасший глаз, ничего у меня не угасает, это что там, там Господь, там, солнышко, знаете, это вот, веселость, радость, и, я же не пью, ребята, я не пью с 2005 года, это моя мирная жертва, Господу Иисусу Христу, а раньше, чтобы разговориться, это мне надо было, вот, ну, это поначалу чуть-чуть, а потом, знаете, доходило, знаете, сколько я могла выпить бутылку шампанского, вот, по бутылке коньяка, да, в 30 лет я выпивала по бутылке коньяка сама, вы думаете, я после этого спать шла? Нет, я ехала на работу, это в Аргентине было, да, я на работу ехала, у меня свидетели есть, бармен наш, куча, куча этих, вот, шикарный ресторан, вот, два этажа, и Валюша там работала, то есть я не помню, говорила ли я ей, но Марио, это наш этот вот бармен, я работала, работала, приехала на работу, а знаете, что, я еще тогда, это, королева анекдотов была, помните, спрашивают, спрашивают у этого, у русского, слушай, если ты выпьешь, там, 50 грамм водки, работать сможешь? Он говорит, смогу, говорит, а 100 грамм водки, выпьешь, сможешь работать? Смогу, а 150 грамм водки, работать сможешь? Смогу, а стакан водки, выпить сможешь, работать сможешь? Он говорит, ну, работаю же, на компании, Это ничего не смешно. Я после того, как прочла, что эти ребята-летчики русские посадили самолет, они бухие были, вручную посадили. Ребята, ребята, я никого не призываю бухать. Ну вот, вспомните все анекдоты, все анекдоты. Есть такой ведь сидят французы, там русские, украинцы, все там сидят, и то там. В общем, на необитаемом острове, и желание давали. И тут француз загадал, там, хочу там шикарную яхту, и куда-то там, на какой-то остров улетел, чтобы его переместили с яхтой. И этот француз тоже какую-то виллу и себе красавицу, там, жену, и тоже на какой-то вот его сместили. Вот, еще кто-то там, и там русский. Что он заказал? Ящик водки и тех трех придурков для компании. Назад! Ребята, святой Иоанн, апостол, его слово последнее. И, а последняя книга, хоть она в Библии, это Апокалипсис, но она не была последней написана. Кто подтвердит? Дионисий Арифагид подтвердит. Он письма там писал, вот он лично знаком со святым Иоанном был. И лично попросили святого Иоанна написать Евангелие. Три уже было написано, и он уже на своем острове Патмос, вот, в своей ссылке. Патмос, Патмос, а я тоже в ссылке, ссылке, а сюда что, Господь, может, меня сослал? Взял, переместил, как тот Ирис цветущий. Взял и переместил, попустил. Вот, попустил мне. Забыть, что я, во-первых, что я не вспомнила, что я дала обещание Господу океан больше не пересекать. Вот, это обещание я дала в самолете, когда летела назад, вот, когда смогла. Вот, Господь меня вывел из Аргентины. И, причем, не просто меня, вот, и сыночка моего старшего я смогла вытащить. И не пришлось тогда на панели идти, чтобы денег заработать и не клянчить, ничего. Дал мне честным путем заработать деньги. А революция тогда третья там была, третья, там я испытала три революции, ребята. Я там испытала и померанчивую, когда там просто, вот, бастовали и эти палаточки, палаточные городки и так далее, вот. И первая инфляция, это когда я говорю, когда менемы сменили, то есть я несколько президентов видела, несколько революций. А потом вторая революция уже пошла с этими, вот, с битьем посуды. И не просто посуды, а с подругами молодежь и подростки, наверное, проплачены. Или потому что у них кровь бурная, вот, очень бурная, очень бурная. И, может, и драг с там сильно, очень много, очень много наркоты. Вот, просто предлагают вам на улице, и наивные дураки берут, вот, берут, употребляют. И видела я очень много русских ребят, и не очень много, а видела ребят, которые вот таким путем, знаете, так сказать, бесплатно себя убивали. Там очень сильно и химические наркота, очень сильно, вот. Потому что я с этим, вот, это был не мой товарищ, а, ну, парень знакомый. Мы с ним, вот, не то, что мы не часто бухали, мы немного там, мы даже не встречались, мы не встречались. Просто мы общались, нам очень было интересно общаться. И вот, 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 один раз мы в коньяк, просто он пригласил, мы случайно встретились, случайно все не бывают. Ну, в общем, мы встретились, на улице где-то пересеклись, и он говорит, ой, я там переехала в этот вот. Хочешь, мы там сядем, пообщаемся, потому что мы не виделись год или два. Это с первого, это знакомый парень, я даже не помню, как его зовут. И не помню, то ли он с украинского, то ли с русского города, не помню. Но он говорил по-русски. Вот, и это в первом, первом, в первой гостинице, когда я еще прилетела, когда я еще с частной учительницей работала, вот, вот, парень был оттуда. И он мне помогал работу найти, но там не сложилось. Он мне хотел, он мне предложил, я даже один, одну вот, в этом, в джиме, инструктором, не инструктором, а на ресепшене, вот, он меня устроил. И, ну, как-то мне не понравилось, во-первых, там чаевых не было, а мне нужны были чаевые, поэтому я нашла работу в офицанке, чтобы были живые деньги, живые. Вот, так именно с ним и там, у него был какой-то армянский коньяк, и мы вдвоем выпили бутылку, как раз было это перед моей работой, то есть у него дома, перед работой мы распили вдвоем. Ну, то есть я выпила полбутылки коньяка, я говорю, ну, сколько я выпивала, представляете, какая генетика? Если я в 30 лет выпивала полбутылки коньяка и могла идти работать. И мне, я так думала, это прикольно, потому что зал этот вот, ресторан был для семейный, и людей было такое количество, огромное количество, и там нужно было считать, то есть нужно было рассчитывать людей, и надо было работать именно как лошадь. И, представляете, это я под алкогольным воздействием, и мне очень хотелось с кем-то поделиться, и я спросила у бармена, там Марио был, говорю, эй, Мария, видно, что я там пьяная? Он говорит, а ты что, пьяная? Я такая, полбутылки коньяка выпила, а он такой, да ты что, ты что, серьезно? Говорит, вообще не видно. Вот так вот, вот так вот. И поэтому, ребята, с 2005-го мой зарок, господи, это моя мирная жертва. Так вот, что скажешь ты, на дне угасший глаз, музлой на смешках будет твой ответ. Достойнее прозвучали бы слова, это моему отцу, достойнее прозвучали бы слова, вы посмотрите на моих детей. Вы посмотрите на моих детей, моя была свежесть в них жива. А он говорит, что Юлька не его дочка, что она нагулина. Представляете, это он вчера сказал. Это я уже, вот смотрите, я с ним не общалась в феврале месяца, он прикинулся, ну там, мертвым, ну вот, знаете, или обиделся, прикинулся мертвым. Вчера мне высказывал, что он психанул, что я не сказала, что моя внучка родилась, его правнучка, а он тут при чем? Я ему говорю, а ты вообще мне отец? Вы представляете, у него на старости лет, у него может быть не остаться ни одного ребенка. А точно они убили с этой вот, если он говорит, что Юлька нагулина, а ребенок перед ней, точно был его. У которого эта женщина, Юлина мать, вполне возможно, что Юлька нагулина, вполне возможно. Все может быть, в этом мире все может быть, потому что они бухают, а потом их тянет на николаидство. Вот, и да, да, представляете, он говорит, что вот я у него рдаю точно, что он даже и ДНК, так, он говорит, не, ДНК не надо делать, ты точно, вот, и моя дочка. Я говорю, а что ты тогда обо мне ничего не знаешь вообще, и почему я ни внешне на тебя не похожа, ни внутренняя сущность, вообще, вот, знаете, вот, как две разные вот сущности. Каждый раз, когда он открывает рот, это insult me, это меня оскорбляет, унижает, насмешка, мне хочется взять его, punch, это вот побить. Побить, причем так это, подраться, или очень сильно ругаться, или сказать, ты вообще, ну, ты что, конченый придурок, ну, вот, такие вещи, а говорить, во-первых, матери трех, а во-вторых, ты вообще, ты кто такой, я тебя вообще не знаю, я просто тебя не знаю, я тебя не помню, ни фотографий, никаких доказательств, что я его дочка, только вот фамилия. Ну, и что, а что, однофамильцев это вот? Да, однофамильцев куча, куча однофамильцев, и вообще меня могли, я говорю, меня в роддоме могли перепутать, перепутать, или моя мать могла подменить детей, у нее с головой плохо, а вот, и я говорю, ты меня отдал шлюхе? Он говорит, как ты можешь, она твоя мама, я говорю, что мама не может быть шлюхой, так это вот, была шлюха, стань, покайся и стань бывшей шлюхой, да, я бывшая шлюха, вот, можете сказать, ты шлюха, не, бывшая шлюха, покаянная шлюха, а это две разницы, а вот за меня Иисус Христос, а вы святые? Вы святые? Ну, так, наверное, вот, да, вы уверены, что вы святые? Давайте пообщаемся, я вам расскажу, какие вы святые. Не я расскажу, а Господь вам через меня расскажет, потому что я с двух лет выживала, знаете, вот, на улицах Самаркандах, на полном серьезе, вообще, Самарканд, Самарканд, а что? Парижу 2000 лет, Риму 2000 лет, Самарканду то же самое, ребята, это был центр, это вот, шелкового пути, там не просто, это вот, погребен Тамерлан, Тамерлан, не просто, А еще это связано со Второй мировой, когда, там, помните, cursing, проклятие, когда советские ученые, как раз вот во время Второй мировой, достали тело Тамерланы, решили исследовать, и, а тут вдруг ба-бах, и, знаете, вот, как проклятие, все стали ему говорить, Сталину, Сталину, который не Сталин, а Джугашвили, Иосифу, вот, стали говорить, слушай, верни назад, не делай ничего, верни это вот тело туда назад. Верни, он туда вернул, мало того, он еще и с другой стороны, он пооткрывал православные церкви, вот, и икону Пресвятой Богородицы на Казанскую дали летчику, который три раза кружился вокруг Москвы. Не просто вот он вернул, да, это именно вот когда вот битва под Москвой была, вот именно тогда я целое видео смотрела, я смотрела целое видео, возможно, у меня где-то на Фейсбуке я там делилась. Что вот именно ученые, потому что даже если шла война, все равно ученые действовали, эти вот, актеры тоже действовали, их, правда, не поехали в одно какое-то место, там, я имею в виду, уединились, отделились, специальные фильмы, все, вот такие патриотические, все ставили, чтобы поднимать вот этот патриотический дух. А что я проповедую? Я проповедую покаянию, то есть это все имеет смысл, если в прошлом году в Колорадо я такая, ой, что она говорит, что египтяне рано умирали, да, травили друг друга, вспомните Юлия Цезаря, дружбаны его предали, вспомните, если уже наше время Высоцкого, вспомните, сколько людей погибло именно за, так сказать, вот дружбаны, а Киплинга читали, который сотый, сколько у меня переводов сотый, 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 сотый. А в настоящем он тысячный, 999 придадут. Вот, и я на полном серьезе говорю, что я не нашла этого тысячного, зато они у меня все, вот, святые они есть, они вот на небе, невидимым нашему глажу. Теперь смотри, достойнее, смотрите, достойнее прозвучали бы слова, Вы посмотрите на моих детей. Вот и я так, посмотрите на моих детей. Моя была, простите, моя была освежесть, в них жива. В них оправдание старости моей. Вот, а папаня, который даже не знает, потому что, во-первых, у него нету утробы, что он делал, утробы нету. А из какой утробы я вышла, я не знаю, зато я точно знаю, кто вышел из 3 из моей утробы. Вот, и я точно знаю, что я на аборты не ходила. И, знаете, я не превзношусь, потому что, знаете, что я два дня назад, вот, подумала, как раз во вторник, и говорила своему мужу. Я же сколько раз говорила, что с первым ребёнком у меня было кровотечение. И когда полилась кровь, а я ещё говорила, что если вот моя бабушка, у которой выкидывал двойняшки, вот, между матерью моей и этим вот Игорем, это дядя, вот, ну, они себя вели всю жизнь как сумасшедшие, они всю жизнь и дрались, и ругались, ну, это вообще, ну, там, самая сумасшедшая, это моя мать, самая сумасшедшая. Потому что только сумасшедшая может пойти, и вот, она пошла к ректору водного института, и на своего единственного выжившего брата, которого мать, ну, бабушка моя, выгоняла из дома, вот, среди ночи, при мне, при мне выгоняла, я знаю тот случай, когда она его на дачу выгнала, я там была. Я там была, когда она его выгнала ночью, и он, это на степовой, ребята, его и убить могли, и волки разорвать, да что угодно. И он полночи шёл от степовой до Календорова. Ребята, там одни поля вообще, я не знаю, как он дошёл, вы представляете, он до сих пор помнит этот случай, потому что я общалась лет шесть назад с ним, или семь последний раз, и у него это, знаете, запало. Но ему тогда уже было больше семнадцать, ему было где-то восемнадцать, девятнадцать, двадцать, где-то вот уже двадцатка была, нет, больше, потому что мне уже, ему было больше, ему где-то было двадцать шесть-двадцать семь, а как насчёт того, что меня мать в Одессе в центре ночью выгоняла, это вот, вместе с Маринкой в полночь в самом центре Одессы выгоняла просто на улицу, идите ночуйте где хотите, вообще, пошла бы, она меня постоянно выгоняла, и когда на нас, эти вот, мужики нас окружили, чуть не изнасиловали, это просто счастье. Знаете, то есть поступки моей матери, это вообще, если бы я Игорь вот, знаете, то есть я слушаю Игоря, думаю, что ты вот заклинился на этом, давай я тебе расскажу, что со мной моя мать делала, и то же самое мою отцу, он с такими претензиями, что в одном институте могли не доучить, не, ну это таким дебилом надо быть, типа, во-первых, я не этот, не, мне кушать нечего было, я почему 10 классов не закончила, мне кушать нечего было, мне ни одежды, ни еды, ничего не было, мне пришлось идти в технику, техникум, чтобы меня в техникум, меня, как я могу вообще поливать грязью в Советский Союз, если меня тогда выкормили, только на спорте, только на эти вот, меня выкормили, мне дали образование, мне выкормили, вообще мне дали шанс, 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 шанс жить, поэтому у меня ругательных слов не только не находится, знаете, это вообще, я не знаю, это какое-то исчадие ада, это, и Господь всех, Он всем посылает, вот этот вот дождь, если я увижу своего, так сказать, отца в раю, рада буду, значит, покаялся, вот, пути Господни неисповедимы, но то, ну, где он сейчас, я просто в шоке, он, кажется, смерти не боится, он ничего не боится, он ни ада не боится, а, да, ад, да, да, наоборот, ада, ада, как прочитаете, God, dog, а именно dogs, dogs will not go into the heaven, собаки не войдут, и именно вот собаки говорится в апокалипсисе святого Иоанна, а эта книга не была последняя написана, но она во всех Библиях абсолютно стоит всегда последней, и именно там говорится, вот кто поменяет слова, вот кто, и то будет проклятие, вот будет проклятие, а эта книга не была последней написана, поэтому я считала вот, что вот это относится ко всей Библии, абсолютно верно, я считаю, что это не только вот к апокалипсису, вот, да, я реально вот воспринимаю, вот реально вот то, что говорит Библия, да, это реально, только в измерении Господня, а не в человеческом, а люди привыкли только своё мнение и пихают, и пихают, и пихают, вот только своё мнение, а другие мнения ещё вот, знаете, вот, а вот сегодня это вроде бы, вот греки там говорили, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, а у Господа, у Господа, всё возможно, вот смотрите, я взяла ирисы, да, взяла ирисы, которые цвели вот здесь вот возле дома, где спрятаны, а вот я решила, вот я так решила, о, вот я так решила, потому что я в теле, потому что Господь нас создал по своему образу, по своим образу и подобию, по своим, потому что Отец Сын Дух Святой, а не своему, по своим образу и подобию, и он Almighty God, а мне может всё время говорить, у тебя любви нету, I am lover, вот здесь вот, for truth, the lover, I am a lover for truth, вот здесь вот Дионисий Аропагид, он говорит, когда он в письме Иоанну Богослову писал, вот я сегодня пришла, сегодня у меня открылось, что он ещё и письма писал, а я письма, я специалист и письма, вот только письма, у меня все эти письма сохранены, и матери я писала, не она мне, а я ей, я имею в виду с этим вот, как мне только 7 лет исполнилось, я письма писала, я письма писала, и у меня есть доказательство, у меня есть вот моя фотография, которую я ей послала, вот написано, и я ей послала, и там вот на моей рукой написано, я помню, для чего я это сделала, чтобы она меня не забыла, я вот фотографию свою послала, Так вот, отца, я помню, только страшно, страшно, он страшный, страшный, я имею в виду внешний, он страшный, он реально страшный, и когда я его там в 20 лет стала запоминать, и первое, что он хотел, он хотел напиться, да, и он сказал, что он спал, вот такая вот, и я думала, кто он, я думала, и он когда там решил, когда мы прощались, это еще в его квартире, которую он потерял, он говорит, что его кинул этот, его лучший друг, ну так, а потом папаша мой меня кинул, украл, он вор, он вор и мошенник, он вор и мошенник, Николаид, и вообще, вот, от осинки не рождаются апельсинки, он говорит, тебя классно мама воспитала, я говорю, когда, когда, и где она меня воспитала, где, она мне даже кормить не хотела, когда, вот то, что она меня заставляла эти вот, какашки вытер вчера, только я говорила, я говорю, донечка, я это вот, еще туалетной бумаги не было, я только туалетную бумагу увидела в 20 лет, а то газеты были, и вот это вот, и нельзя было выбрасывать это, вот, в унитаз забился бы, я говорю, да, еще, она говорит, мам, ты такая старая, я говорю, это ж классно, это ж классно, так вот, на английском, смотрите, я читала на английском за это вот, за второй этот фнк, when forty winters, when forty, forty, четыре десятка, четыре десятка, четыре десятка, сорок зим, shall besiege, besiege thy brow, thy brow, вот, thy brow, and dig deep trenches in thy beauty's field, вот, помните, я вам рассказывала о Генри, изумительный рассказ, о Генри вообще, я там, ух, читаю, 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 у меня 12 томов, о Генри, он же в тюрьме стал писать, вот, и как же мне нравится этот рассказ, две девушки, одна, были молодые, красивые, все, и одна хотела пойти там на праздник какой, и одолжила ожерелье у второй, и значит, она его потеряла, и потом она одолжила денег, купила в ювелирном, вот, дорогущее, вот, точно такое ожерелье отдала, и всю жизнь она отрабатывала эти деньги, и через 20 лет она встретилась с той, второй девушкой, то есть, им уже там по сороковник был, и та вся цветущая, и все, такая веселая, а та, в общем, замученная, вся в морщинах, страшная, некрасивая, и выяснилось, что то ожерелье было фальшивое, потому что она только тогда призналась, говорит, представляешь, я тогда вот потеряла то ожерелье твое, дорогое отдала тебе, вот, заложила все, и, в общем, всю жизнь трудилась, и всю жизнь, всю свою вот эту жизнь, она из-за того ожерелье, а та такая, а то фальшивая была, фальшивая была, представляете, вот так вот, да, такое в жизни тоже бывает, вот, и если мне кто-то говорит, ну, а я слышала, люди, которые якобы меня знают, якобы, какой я там была внешне, в 30 лет говорят, о, ты такая, значит, типа, страшная стала там, и волосы там не осталось, и то, и это, ну, поэтому, ребята, где я прячусь, ну, посмотрите на моих троих деток, что вы на меня смотрите, а внутренность, сущность у меня осталась та же, наоборот, еще больше, знаете, такая вот, как это вообще стресс можно заливать этим вот алкоголем, алкоголь растворит семьи, ваше здоровье, все растворит, все растворит, все растворит, но проблемы не растворит, зато божье слово, копание, вот, в божьем и укрепление, знаете, вас закалит, закалит, такой стержень будет, и будет у вас свет изнутри, как у матронушки, у которой даже глаз внешних не было, но inside, inside, и я детям что-то объясняю, inside, вот этот цвет, он inside, и зрение inside mind, open my inside mind, я сейчас открыла, открой inside mind, вот эти inside eyes, внутренние вот эти вот глаза, эти, которые пропагандируют, знаете, это вы, это у вас такое вот, типа вы натворили в прошлых жизнях, а знаете, что, ребята, насколько это опасно, а потому что, знаете, чего они такое говорят, они сейчас говорят, что вот эти инвалиды, значит, люди, которые инвалиды, они типа это заслужили, потому что у них в предыдущих, при воплощениях они там что-то вот натворили, вы представляете, какое-то искаженное Это что, демоны падшие? Ангелы падшие. Ты не ангел, но для меня. Ангелы разные ещё бывают. Ангелы бывают светлые и падшие. А падшие могут притвориться светлыми. Светлыми. Изнутри, смотрите, по плодам. Так вот, у меня цветы, вот эта вся красота. Ребята, это хобби. Сегодня четверг, мне ещё собраться надо. Завтра, в пятницу, завтра мы уезжаем в Востон. Но Даниила соревнования. Дженнифер, я сейчас отпаиваю козьим молоком. Гоутмел. Потому что она кашляет сильно, но она кашляла целую неделю. И я ей предлагала там полечить. Она откатывалась, но я не заставляла. Я говорю, слушай, ну если там это вот, если уж не в Моготу будет, может, пойдёшь ко мне, я там полечу тебя своими методами. Вот, как я Артура лечила, старшего своего. И вот она в золотом неделе, она всё хуже была. И пришла уже, говорит, мам, слушай, полечи ты. Вот, полечи. И я, конечно, и молитвой, и козье молочко. Всем советую. Вот, сегодня третий день, как она, козье молочко, мёдик. У меня нету боржоми. Артура я лечила половину козьего молока, половину боржоми. И мёдик туда. И это было просто чудо. Этот рецепт мне рассказала женщина-царство и небес на её душе, рыба Божия Екатерина. Вот, она выкупила мужа из плена у румын в Одессе. Я говорю, за Вторую мировую. Те, которые попали к румынам, легче. Их можно было выкупить, потому что немцы очень... Они, вот, они не жадные, у них другое было. Они очень такие вот дикоидейные. А вот, кстати, где жадные, это лучше. В таком плане, что можно выкупить человека. В общем, она мужа, на неё они там всё собрали, всё своё золото, вся семья, всё, что было, и отдали тем румынам всё золото своё. И выкупили мужа, и у него был туберкулёз. И она говорит, что... Ну, не было же у них ни дихлотных лекарств, ничего. Вторая мировая. Отсоя в Одессе, я говорю. И... Козье молоко. Вот, и она мне сказала, и подняла на ноги мужа, и всё. И, представляете, даже туберкулёз. И у меня, когда у меня сыночек убегал... Смотрите, убегать может не потому, что я плохая, а потому, что другие наговаривали на меня гадости, пользовались тем моментом, что у него переходный возраст. Причём все говорили гадости. Включая мою мать, моего брата, Царство Небесное, его душе. Он не понимал, что он творил. Ну, это меня так Господь Иисус Христос так вот учит делать. Вот. Там же, помните, за 38 лет расслабленный, который был, и Господь сказал Иисус Христос, поднимись его, возьми свою постель и больше не греши. А Сергей, когда молодой, он хотел банду сделать. Банду, только не музыкальную банду, как мой дед делал. Бэнт, джаз, бэнт, он тоже банда. А вот настоящую бандитскую банду, потому что его отец родной, вот мой отчим, он работал на Карабаса. И у Серёжи был как глава, как директор. У него вот такие вот мысли были, но очень-очень плохие. Я имею в виду плохие. И он организовал вот даже целую бригаду себя, своих дружбанов. И вот, да, и вот это я тоже ставила видео, это тоже могу рассказать, ещё раз повторить, что они там задумали. Но вот Господь попустил ему болезнь, эту эпилепсию и психиатрическое заболевание. Так что в прошлом году я всё это повспоминала. И вот, знаете, ещё так происходили чудеса в прошлом году. Но я же не знала, что он умер, всё. И вот я чувствовала какую-то вот, что у меня с руками, вот, знаете, вот, ну, как волшебная сила, я имею в виду. Вот если я начинала мыть рукой, допустим, в ванной, то мне не надо было ни тряпку никакого, ничего. Вот просто вот грязь, знаете, проходила. Вот смотрите, святая Ксения Петербургская, она же, вот когда она, вот она 45 лет на улицах Петербурга была, да, это моя, я надеюсь, что это моя святая. Ну вот, я не буду в обиде, если там Анастасия или другие святые, мои святые. Ну, в общем, она, допустим, брала яблочко, если там человеку плохо было, и вот она там гладила это яблочко, там, ты съешь вот это вот. И у меня такое было, что, знаете, я очень хотела вот лечить, да, и вообще не брать денег, я имею в виду. Господь сказал, даром, даром получили вот этот вот дар, даром отдавайте. И проповедуйте, ведь святой Петр, апостол Петр, он же воскресил, воскресил человеком, там, и исцелял, и воскрешал, и все. И они же проповедовали только, вот Петр сказал, у меня денег нет, он меня им тебе даст, ну, я тебе другое могу дать, вот. И исцеляли они, и воскрешали. И смотрите, вот, и вот эти вот вся идея, мне главное, чтобы не навредить. Главное, чтобы не навредить, и поэтому я говорю, Господь, ты меня веди. Бог богов, лорд of the Lord, almighty God. И вот, когда я это говорю, естественно, это только, вот, я обращаюсь к Отцу, Сыну, Духу Святому, триединой сущности, вот, Богу моему, надеюсь, вашему, и верой всех призываю, вот, кается, кается, ребята, кается. И на английском я хотела сказать Шекспира When forty winters shall besiege thy brow and dig deep trenches in thy beauty field Вот, beauty field. Field, это же не просто поле. Вот это все, вот это поле, это храм. Смотрите, как красиво говорили. When forty winters shall besiege thy brow and dig deep trenches Длинные эти, вот, вот, прокопать. А я копаю там с цветами, да? Да, ад, да, ад. Вот у меня как паразит вот это да. Я прошу, Господи, почисть мою, почисть мою речь. And, аж Господь же попускает. And dig deep trenches in thy beauty field. Вот, вот это поле, вот это вот храм, вот это поле, вот это. И мы все красивые, потому что нас создал Господь. И люди disabled, disabled. Вот I am able, I am capable to do something. Я в состоянии что-то сделать. А есть люди, которые не в состоянии. Они не в состоянии вроде бы, но вспомните, у нас есть святая Аматронушка. Надеюсь, и у вас. У меня есть святая Аматронушка, которая родилась без глазниц. То есть внешне у нее даже глаз не было. У нее не было места для вот глаз. Но у нее были внутренние. Внутренние глаза. Она видела эти красоты. Она с самого рождения. И ее история, ее биография, это что-то потрясающее. Бог, ругаем, не бывает. И вот это beauty field. А сейчас мы как относимся к храму, к нашему храму? Я еще не до рассказала про татуировки, потому что сейчас у меня Даниил, у меня и старший, и вот и средний у них этих вот там. Я, кстати, у Артура, своего старшего, взяла обещание, что он татуировки делать не будет. Вот я еще не знала, почему. И вот только позавчера я услышала целую лекцию. И я еще вот, у меня в планах еще, господи, помоги мне, поставить провод про храм. Это апостол Павел в 1 Коринфянам говорит про храм. Про храм вот это вот тело, это храм. А сейчас как к телу относятся, если раньше, ладно, там на заборе, да, вот представляете, вот вы на заборе пишете, вот там граффити, или вы пошли в церковь, на церкви расписали баллончиком и что-то написали, вот что-то. Ладно, там на заборе. Я не забор, я храм. И смотрите, не позволяйте ни в душу плевать, не позволяйте, цените себя как храм. Вот каждый раз что происходит, каждый раз, когда я начинаю общаться со своим, так сказать, отцом, он мне постоянно заплевывает душу. Заплевывает, он бередит мои раны, он постоянно насмешка, он заплевывает мою душу. Как бы ему сказать, что он вообще конченый придурок, ездил делать такое, вот делать такое. Знаете, хочется сказать, прекрати быть конченым придурком. Прекрати быть конченым придурком. Потому что Бог, знаете, вот тебя не делал таким вот конченным придурком, потому что ты сам спустился до такого дна, что ты вообще не соображаешь, с кем ты разговариваешь, что ты вообще несёшь и что летит из твоего рта. К тому же, знаете, как этот вот фильм, где это «Маме-маме» вот это открыла, это про Египет, да, такой чёрный вот эти вот вылетел, вот. Это точно так же, знаете, мне пообщаться с моим отцом, это как пойти искупаться в какашках, в отходах, в отбросах на полном серьёзе. Так он же живёт в моей квартире, представляете, ты, если в моём доме, который Ена, следствия для моего сына, и которого он украл, он меня обокрал, не сына, а Павлов Юрий Андреевич, меня обокрал, меня унизил. И вообще, вы знаете, вот, как муж говорит, пойди сделай это вот, ДНК, вышли ему денег, говорю, так я уже вызвал, я вызвал, он меня обокрал, опять штуку украл, так, ну вот, четыре украл, потом я ему ещё тысячу дала, чтобы он себе эту операцию, или 500 долларов, чтобы операцию себе сделать, потому что он наворвался у меня до такой степени, что это вот, и Грышу заработал, потом я его ещё, он у меня украл, и я ему ещё потом заплатила деньги, чтобы он себе операцию сделал. То есть, представляете, это уже вообще, мне постоянно приходится, вот, общаясь с ним, пойти вот в тот ад. Вот, понимаете, вот не да, а вот в ад, туда пойти и опять вытягивать. Я чего, я не мама и не бабушка его, потому что он хочет, знаете, не знаете, вы не знаете, это тоже слово поразит, потому что у меня впечатление, что он хочет, чтобы я, чтобы он был каким-то вот ребёночком, а я типа мама, а я не его мама, я не его мама, это не моё предназначение быть мамой для здорового Дуда. Дуда – это мужик, который вообще, вообще забыл, для чего он вообще появился на этот свет. Вот, очень красиво Шекспир говорил, очень красиво, и шикарные слова, и вот, this is fair child of mine, this is fair child of mine, Шекспир говорит об одном ребёнке, а у меня датюра моя, fair lady, означает, Дженнифер означает fair lady, fair child of mine, this is fair child of mine, ну вот, меня родители не воспитывали, меня родители не воспитывали. Они меня бросили, а меня подобрал Господь и все его святые из невидимого мира, и вытащили из лап падших ангелов, которые, похоже, меня очень любили, и, похоже, имели очень сильные права на меня. Вот так. Пока-пока.